Добрый день, дорогие друзья! На нашем с вами любимом портале «Экзегет» отвечаем на присланные вам вопросы. Очень актуальный вопрос пришел. А почему православная церковь молчит о многих очень важных, касающихся многих событиях? Почему мы не слышим громкого голоса церкви? Почему священнослужители молчат? Дорогие друзья, конечно, вопрос актуальный и эмоционально задан. И, конечно, он многих интересует. Ну, давайте постараемся с Божьей помощью, без эмоций, спокойно рассмотреть этот вопрос. А действительно ли церковь молчит? Святая Церковь говорит нам словами Священного Писания, потому что Священное Писание, вот в первую очередь Писание Нового Завета, Нового Завета записано в лоне Святой Церкви. Священное Писание Нового Завета – это божественное откровение, которое даровано Новозаветной Церкви. Оно в лоне Святой Церкви записано. И для ее проповеди, для распространения проповеди о Христе во всем мире. Церковь говорит нам словами Священного Писания. Все ли из тех, которые обвиняют Церковью, что она молчит, все ли читают Священное Писание? Скорее всего, нет. Святая Церковь говорит нам творениями Святых Отцов Церкви, которые в течение многих веков старались жить по заповедям, Слово Божие изучали, очищали свою душу от страстей. Эти люди оставили нам свои бессмертные произведения. Великие святители, богословы древности, преподобные отцы, которые на 50-60-е более лет уходили в пустыню, отрекались от мира, и там невероятно тяжелым подвигом борьбы со страстями ветхого человека они свою душу очищали и становились сосудами Духа Святого. Они нам оставили свои произведения. Вот интересно, многие ли из тех людей, которые ставят вину Церкви, что она молчит, знакомились ли с произведением Святых Отцов Церкви? Наконец, давайте ближе к нашему времени. Святая Церковь говорит нам в проповедях архипастыря и пастыря Самвона. Многие ли из нас, кто обвиняет Церковь, что она молчит, посещают Храм Божий в воскресные и праздничные дни? Когда вы приходите в Храм и присутствуете во время богослужения, вы слышите проповедь архипастыря или пастыря, и здесь вы слышите голос Церкви по тому или иному вопросу. То есть изъяснение евангельского зачала или смысл праздника. И нередко в проповедях священнослужителей особенно много сейчас есть ярких, таких талантливых и архипастыря, и священников, которые касаются очень многих важных, животрепещущих и интересующих многих современных людей тем. Часто ли вы бываете в Храме? Я в первую очередь обращаюсь, может быть, заочно к тем, кто любят предъявлять такие претензии Церкви, что Церковь молчит. Слышите ли вы голос Церкви, который звучит сам воно? Если не слышите, это не значит, что Церковь молчит. Давайте посмотрим немножечко с другого ракурса. Примерно уже около 30 лет, ну плюс-минус, когда изменилось отношение государства, вот в нашей, в нашей бывшей советской стране, к Церкви. И служители Святой Церкви получили возможность в средствах массовой информации выкладывать свои проповеди, присутствовать во время всевозможных передач и обсуждать самые разные, порой острые вопросы. Множество было различных передач. Сейчас даже перечислять не будем, чтобы вас не утомлять. Самые различные передачи, которые были построены по какому принципу? В студии сидят зрители, приглашенные гости, ведущий или ведущая, а может быть даже двое или трое ведущих, поочередно задают вопрос гостям, пришедшим в студию, и обсуждается тот или иной острый, важный, актуальный на тот или иной момент вопрос. И нередко, вы все это хорошо знаете, по крайней мере в общих чертах, что на такие передачи приглашались и архипастори, и священники, или даже монахи, или просто такие видные общественные деятели православного вероисповедания. И причем, что интересно, дорогие друзья, во время этих передач, когда ведущие или ведущая подходят к архипасторю или к священнику, и нередко задают вопрос, а вот как, Владыка, скажите, как относится церковь, вот к той или иной обсуждаемой в студии, скажем так, проблеме? Или священника спрашивают, а как русская православная церковь относится, или какое отношение вообще к христианству? Разумеется, дорогие друзья, можно соглашаться, можно не соглашаться со словами присутствующего в студии архипасторя или священника. Это уже, как говорится, личное дело каждого, личный уровень, так сказать, культуры, образования и так далее, и так далее, личного отношения к вере, к церкви и так далее. Но ответ звучит. И причем, что интересно, для, может быть, не для всех вообще, но для большинства и присутствующих в этой студии зрителей, и для множества зрителей, которые смотрят ту или иную передачу, для них, вот в их представлении, голос архипасторя или священника в этой студии, в этой передаче, отождествляется с голосом церкви. Значит, так или иначе, голос церкви прозвучал по тому или иному актуальному, важному, интересующемуся их вопросу. Еще раз повторю, вы можете соглашаться или не соглашаться, но обратите внимание, как данность, как факт, Святая Церковь вот уже более 30 лет активно присутствует в общественном поле, в средствах массовой информации. Слышите ли вы ее голос? И, допустим, такой встречный вопрос. Вы услышали голос архипасторя, предостерегающий, да, или голос священника, обращающий внимание на ту или иную деталь. Услышав ответ, вы сделали какие-то выводы для себя? Я в первую очередь, дорогие друзья, сейчас обращаюсь, может быть, заочно к тем людям, которые привыкли так вот, это уже у нас входит, простите, в такой, просто как навык, привычка обвинять Церковь во всем подряд. Вот люди, которые Церковь обвиняют, что она якобы молчит, вы слышали, как Святая Церковь устами того или иного архиерея или священника озвучила свою озабоченность или свою оценку того или иного события? Вы, если услышали, вы приняли к сведению? Согласиться или не согласиться, это тоже дело ваше. Если вы услышали и согласились, начали ли вы менять себя? Хоть что-то в вашей жизни начало меняться или нет? А если ничего не стало меняться, если все это прошло как бы мимо вашего внимания, но это же не значит, что Святая Церковь вообще ничего не говорит. Вот смотрите, в общих чертах, дорогие друзья, мы сейчас с вами увидели, что и через Священное Писание, через творение Святых Отцов Церкви, всей истории христианства, через жития святых, через жизнеписание новомучеников и исповедников, допустим, нашей Церкви, которая за 70 лет беспримерных, ни с чем не сравнимых страданий прошла через горнило испытаний нашей Церкви. И вот свидетельством исповедника Святая Церковь говорит. В том числе, как вот мы сейчас только что с вами увидели, Святая Церковь говорит нам устами архипастырей и пастырей, в том числе в средствах массовой информации. Это факт, это реальность. Просто это не заметить невозможно. Даже более того скажу вам, и, собственно, для вас это не секрет, дорогие друзья, что нередко после той или иной передачи, где присутствует священник или архиерей, можно услышать противоположное обвинение. А почему Церковь везде лезет? Почему они везде лезут со своими комментариями? Почему представители Церкви везде все комментируют, везде нам навязывают свою точку зрения? То есть есть категория граждан, скажем так, уже недовольных именно активности, именно тем, что Церковь говорит, недовольны тем, что Церковь не молчит. То есть видите, как народная мудрость говорит, как поговорка, что всем ведь не угодишь. Одни недовольны тем, что Церковь якобы молчит, другие недовольны тем, что она слишком много говорит. Поэтому как факт Святая Церковь свидетельствует и говорит обо всем. И тут еще хочется ваше внимание, дорогие мои друзья, обратить на одну грустную деталь. Для многих современных людей, я даже лично таких знаю, с глубокой болью, скорби могу констатировать, для многих хороших и искренних, но, может быть, не до конца благоразумных людей. Как вот святой апостол Павел говорит о таковых, не будьте младенцы умом. На зло будьте младенцы, но по уму будьте совершенны. Вот те, кто ревностны, но немножко ревностны не по-разному. Для многих таковых людей вот этот аргумент, почему Церковь молчит об этом, об этом или об этом, стал для них поводом ухода в раскол. А раскол, грех раскола, не смывается даже мученической кровью. То есть для кого-то, для таких вот, кто младенцы умом, к сожалению, именно вот эта удобная такая лазейка врага нашего спасения дьявола, чтобы уйти из спасительной ограды церкви. А уйдя, важно помнить, дорогие друзья, что уйти в раскол очень легко, намного тяжелее из раскола вернуться. А приткнулись они? Вот я в данном случае, я свидетельствую по словам людей, и хорошо мне известных, которые были искренние, хорошие, ревностные. Но вот приткнулись этим. Почему Церковь молчит, не говорит об этом? Или почему Церковь не говорит именно моими словами? Почему она не говорит так? Вот Церковь сказала так, а нужно было сказать так. Люди, которые считают себя умнее, и архипастыри, и пастыри, вообще умнее всех. И вот они, к сожалению, уходят в раскол, и вернуться порой очень и очень тяжело. И в заключение, дорогие мои друзья, позвольте я вам зачитаю, не своими словами, не от себя буду говорить, а зачитаю вам очень мудрое размышление и предостережение преподобного Паисия Святогорца. Из его второго тома «Духовное пробуждение». В данном случае устами великого святого XX века, вы услышите, вот как Церковь устами святого говорит нам. И очень бы хотелось, дорогие друзья, очень бы хотелось, чтобы эти слова преподобного Паисия Святогорца, который тоже является устами Церкви, потому что это великий прославленный святой, чтобы это, в первую очередь, услышали те, которые любят говорить, привыкли говорить, что Церковь молчит и ничего не говорит. «Мирской человек в прежние времена, собираясь что-то делать, перед этим думал. Если же хотел сделать что-то человек духовный, то он и думал, и молился. В наше время даже духовные люди, в данном случае «духовные» в кавычках, мало того, что не молятся, но и не думают. А дело часто касается серьезных вопросов. Они ставят эксперименты и на ком, а на других людях. Во всех случаях перед тем, как что-то предпринять, преподобный Паисий пишет о себе, я буду задавать себе вопрос, обдумал ли я это, помолился ли я об этом. Предпринимая что-то, не подумав и не помолившись, человек действует по-сатанински. Часто многие христиане своими действиями препятствуют Божию вмешательству. «Сегодня мы живем во времена апокалипсиса», пишет преподобный Паисий Святогорец. Это не мои слова, дорогие друзья, а слова Великого Святого. «И не нужно быть пророком для того, чтобы это понять. Все идет одно за другим. Мы не знаем, что нас ждет, и это видно из положения господствующего в мире. Поэтому сейчас как никогда нам нужно сильнее опереться на молитву и сразиться со злом молитвой. Это единственный выход. Будем просить Бога пожалеть свое создание, хотя мы и не стоим и того, чтобы Он нас жалел. Люди не смогут прийти к взаимопониманию. Каждый станет делать то, что взбредет ему в голову. Исполнится то, о чем пророчествовал святой Косьма Италийский. Это один из великих греческих святых, который скончался в 1779 году мученической смертью от рук турок. Вот что говорил преподобный Косьма Италийский. «Надо будет долго идти, чтобы встретить человека, а те, кто останутся в живых, будут есть золотыми ложками. Конечно, у некоторых есть помысел. Какая польза от молитвы, раз пророчество все равно исполнится?» Да, Бог знает, что события разовьются именно так, но мы молимся для того, чтобы зло было менее болезненным и не получило распространения. Поэтому и в Евангелии говорится, что ради избранных сократятся те дни. Евангелие от Матвея, 24 глава, 22 стих. И у Евангелиста Марка, 13 глава, 20 стих. Например, преподобный Паисий, который сам в годы своей юности во время служения в армии участвовал в гражданской войне в Греции. Вот он пишет. «Например, на войне сила молитвы совершает чудо. Больше людей остаются в живых, а жертв, наоборот, бывает меньше. От всего этого люди получают духовную пользу, становятся верующими и в хорошем смысле изменяются». То есть от молитвы, вот как, еще раз повторю, совершается чудо. Больше людей остаются в живых, а жертв меньше. «Дело не шуточное. Чудо уже то, что до сих пор мир не взлетел на воздух. Да прострет Бог свою руку. Весь мир зависит от трех-четырех людей. Его судьба находится в руках нескольких сумасбродов». Это слова преподобного Паисия. Прямо по пословице «Конь с конем бьется, а копытом куром достается». Так оно и есть. Когда начинается заваруха между большими государствами, то несправедливости сыплются на голову несчастных маленьких. Брыкание большое, а рушатся маленькие. Необходимо много-премного молитвы, чтобы Бог просветил власть придержащих, потому что они, если захотят, могут разрушить мир. Но Бог очень легко может немного просветить их. Если же Он просветит кого-то одного, то стоит Ему только отдать соответствующее распоряжение, как все поменяется. И вот в заключение, в заключение вот этого с болью сказанного, и слова, причем эти сказаны были еще в начале 90-х годов, вот слова преподобного Паисия, которыми хочется закончить сегодняшний ответ. «Без конца человеческие страдания Богу люди сейчас не дают действовать, не прибегают к молитве, чтобы Он ответил через нее. Все неисправленное и неисправимое исправляется смирением и молитвой». Вот на этих напутствиях, и на этом очень таком позитивном и основанном на духовном опыте Совете преподобного Паисия хотелось бы и закончить наш ответ о том, почему церковь молчит. Церковь не молчит, дорогие друзья, просто надо иметь зрячие очи и уши, способные слышать голос церкви. Будьте здравы и Богом хранимы! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!